Валерий Карпович, главный тренер сборной России, пожалуйста, давайте с матча начнем. Валерий Георгиевич, после матчей с Таджикистаном и Узбекистаном, результаты которых были разочаровали, говорили, что интерес к сборной падает. Вы это как-то ощутили? Я нет. А как вам сегодняшняя атмосфера, когда порядка 200 человек собралось вокруг поля? Опровергает ли это как раз то, что интересует? Не знаю, конкретно это опровергает или нет. Интерес. Я не почувствовал на себе это, не знаю, даже не на себе, а не в прессе, не в интернете, не знаю. Как были эти обсуждения, хорошие, плохие, они так и есть. Болельщики были разочарованы. Есть внутреннее чувство, что хочется реабилитироваться в предстоящих матчах за последние игры. Игрокам, может быть, они с вами говорили, вы с ним. Ну, реабилитироваться, я считаю, что не за что, прям конкретно. То есть, давайте так, ну, говорим уже сколько раз говорили, и говорим, к чему мы готовимся, пока не понимает никто. И когда это вообще будет, тоже никто не понимает. Поэтому здесь какой-то реабилитации говорить, реабилитироваться за проигры в Хорватии, да, можно. Там уже сейчас, вот сейчас уже и футболисты другие, и все другое. Так что хочется, еще раз повторяю, эти сборы, эти игры нужны, но для того, чтобы показать, что да, что мы все еще есть. И вспомнить, вспомнить, наладить или отладить, наверное, это громкое слово будет сказано за одну тренировку сегодняшнюю и завтра, завтрашнюю предыгровую. Что-то трудно, наверное, наладить или отладить, но хотя бы где-то что-то вспомнить и попытаться воплотить на поле. Обсуждают ли в команде возможный предстоящий турнир в Азии? Я ни с кем не обсуждал еще. Друзья, в небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Бегом в закрепленный комментарий, а мы продолжаем. Почему тренировка проходит именно на базе «Динамо»? Потому что здесь поле открытое, поле готовое. В Новогорске нужно было поле расконсервировать для одной тренировки. Для полторы тренировки, наверное, вообще смысла не было. Поэтому тренируемся здесь, и «Динамо» любезно предоставила нам свое поле. Я думаю, что это логичнее. Иран, наверное, самый сильный соперник после «Олбана» России. Можешь говорить, что здесь все-таки выйдет на первый план результат? А что изменилось? Соперник сильный или слабый? Либо всегда на первом плане, либо всегда не на первом плане. Но до этого стало ощущение, будто даем возможность молодым игрокам показать себе. Ну и сейчас тоже даем, и будем давать возможность молодым игрокам. Но ничего не изменилось просто. Вне зависимости от того, кто соперник, хочется выигрывать всегда, естественно, да. Глобально же ничего не изменилось. Очки нам за это не. Ну, вряд ли не «Фифа», наверное, да? Не знаю даже. Или тоже нет. Мы не боремся за выход никуда. Ну, выигрывать, понятное дело, хочется всегда. Ну, проверить себя там. Одно дело на фоне Таджикистана, другое дело на фоне команды, которая играла на Шпионате Миро. Ну, вот и проверим, правильно? Вот и проверим, да. Ну, опять же, еще раз повторяю, очки давайте так. На сборах, когда команды, клубные команды играют, хочется играть с сильной командой, а не со слабыми, правильно? Но очки за это не дают. И тренер, любой тренер там на сборах пробует, смотрит, понимая состояние игроков. Но во голове угла не стоит результат. То же самое, по мне, то же самое и сейчас здесь. Нам надо... Хочется, естественно, любой футболист, любой спортсмен даже, не футболист, хочет выигрывать в футбол, что в хоккей, что в нарды, что в карты. Это само собой. По голове угла это, то есть, рисковать, допустим, чем-то здоровьем, если бы это были официальные матчи, да, можно было. Сейчас нет смысла. Олег Герчуэ, вы хотели видеть сборные Мирончука и Головина, но внезапно они получили травмы. Это совпадение? Сто процентов. А вы с ними разговаривали? Да. Какой был разговор? Что они сказали? Ну, расстроены были. Герчуще хотели приехать, очень хотели, но вот так получилось, поэтому есть смысл приезжать, мы все равно хотим приехать. Смысла тогда приезжать, раз мы травмированы, смысл, а нет, смысл летать вам, пол Европы облетать для того, чтобы приехать сюда, чтобы на вас посмотрели, сделали еще одно МРТ, увидели ваши повреждения, отправили обратно. Смысл того, что они сами конкретно, и Леша, и Александр, хотели приехать еще, просто увидеться. Погостить? Ну, грубо говоря, да. Как Монако и Тарин, вы официальные медицинские документы? Да, конечно. Я говорю, еще раз сделать МРТ, они прислали все МРТ, показали все медицинские процедуры, анализы, которые они сделали, и после этого принимали решение, естественно. Валерий Георгиевич, сегодня появилась информация о том, что вы там приезжали допинг-офицеры к игрокам в сборной. Вчера еще. А можете растить какие-то детали? Ну, честно говоря, я спал, поэтому детали какие-то разгрыть не могу. То, что в 4 утра и в 4.40 вам нагрянули, да? Да, это было. Но игроки негативно реагировали? Ну, а вы бы как реагировали, если в 4.40 вас будили непонятно для чего. А вы выяснили, кто эти люди, Валерий Георгиевич? Кто эти люди, это кто? Ну, которые приходили, по-саду? Ну, это не знаю. Да. Насколько это нормально в такое время приходить? А вот говорил, что я с Афоном... Мне много чего в этой жизни, много чего ненормального происходит. Поэтому... Все говорят, что хотя бы в 7 приходит утра, но в 4.40... Ну, это я про это и говорю. В 6-7 утра уже приходили. Вы сказали, что мы в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане. Вы с кем-то говорили о кидер-фестах на эту тему? Да, говорили, сказали, что получили мы такое приглашение. И? Ну, ваше точка зрения, надо ли играть в Афганистане в июне при плюсах? Еще раз повторяю, с одной стороны да, с другой стороны, естественно, это не очень так вписывается. И в это время как раз отпуск на 11-е, по-моему, июня. Сейчас еще стоит, по-моему, финал Кубка даже. Поэтому, кто попадет, те команды, которые попадут из этих команд футболистов, как могут оказаться, значит, не окажутся. Плюс, ну, самое главное, наверное, даже не то, что уже начинается отпуск. Ну, и это тоже в меньшей степени, там, без обыска, значит, без обыска. Другое дело, что поля, те поля, на которых мы играли, опять же, там еще не было подтверждено, где это будет происходить. Вроде бы, это Бишкек и Ташкент, вроде бы. Но в Бишкеке, помните, напомните вы или нет, какое поле, если оно еще будет и сухое, если еще и будет плюс 40, это убийство, так называется. Поэтому здесь надо подумать. Ну, у вас было время подумать, если решение будет за вами, играть или не играть? Смотря где, смотря когда. Может быть, это будет в Ташкенте, а не в Ташкенте. Может быть, поменяются, то есть не было ничего понятного. Ни дат конкретных, ни конкретной логистики не было понятно. Когда будет это все понятно, тогда можно будет принимать решение. С идеологической точки зрения, небольшой шаг в Азию, как вы воспринимаете этот шаг? Да, мы же давно его сделали. Так, мы играем со всеми азиатскими командами. Но чем больше будет турниров, пусть это товарищеский, но за ним может пойти официально, тем уже бесповоротнее будет это решение. А у меня все вы хотите услышать. Как вам это решение о переходе в Азию? Ну, по крайней мере, тенденция. Его нет, а другого варианта нет. Варианты есть какие-то еще? Ну, сейчас нет. Ну, вот рабочая группа. Остаться в Вуи-Файле или в Азии? Нет, играть сейчас. Сейчас вопрос про то, что играть с Кайей. Вы ждете какого-то решения, Редактор, рабочая группа, которая обсуждает эти моменты оставаться в Вуи-Файле, переходить в Азию? Знаете ли вы ее, в принципе, о ее существовании, о том, как она работает? О существовании знаю, как работает не знаю, и какие решения, или что обсуждается, не знаю. Владимир Юрьевич, в расширении список, который был поликон 6 марта, попали Никита Чернов и Игорь Дивеев. Никита Чернов 4 марта получил травму, а Дивеев до этого просто не играл в матче. Это была какая-то ошибка или вы рассчитывали останутся? Такая ошибка по поводу Никиты Чернова. У него не было информации, в тот момент, когда мы опубликовали список, не было информации, насколько серьезная эта травма. И по поводу Дивеева при разговоре с Ньюгриев, что все начинает уже восстанавливаться. Опять и сыграл он даже в Кубке 30 минут сыграл и вышел сейчас против Зенита, но опять получил травму. Так что, я думаю, больших и не было, а была надежда на то, что эти игроки смогут помочь. Владимир Юрьевич, в чемпионат России вернулся Артем Дзюба, и он рвется в сборную. Я у него спрашивал об этом после первого матча за Локомотив. Скажите, для него дверь сборной закрыта или есть шанс еще у него оказаться в национальной команде? Ну, если что-то поменяется, у нас, если вернут нас, то да, шанс есть у любого игрока, как это было до этого бана. Вызывали игроков там, не знаю, не помню, кому он был за 30, но, условно, у Ерохина, на ютюбе того же. Собирались вызывать, и он первый раз был не готов, второй раз по семейным обстоятельствам не приехал. Валерий Георгиевич, ну, пока нас не разбанят, у Зюба нет шанса попасть в сборную? Мы сказали, что свыше 30 лет ни у кого нет шанса. И забудьте про вратарей, вы не понимаете, а что тогда Пизяков вызвать, потому что он не полевой игрок. Нет сборной Чалова и Уткин, с чем связаны их отсутки? С тем, что вызвали других игроков. Но у вас не устраивает Чалов чем конкретно? Один из лучших бомбилов, чем Донат, который подержал свой. Устраивает. Тогда почему его не заборняк? Нет, потому что вызвали Чукравина, Камлеченко и Соболева. То есть вы, в принципе, считаете, что они лучше? В принципе, нет. В принципе, не знаю, кто лучше вообще. Кто у нас лучший нападающий в России, не знаю. На данном этапе. Тогда почему на этот матч, когда вы так ищите тех, кого назвали, они не взяли Чалова? Потому что решили, потому что этих игроков на данном этапе лучше будет с этими игроками. Уткин? Опять же, вызвали других игроков. Условного Прукса, условного Обликова. Какой вариант? Это связано с тем, как Путнин сейчас играет? Ну, это совсем связано. Не может быть одной и той причины. Нет, тоже. Валерий Головин и Миранчук. Вы только их рассматривали, с регионеров. У меня в виду просто Асдоева, но ему 30, и Миранчук, и Черешев 31. Понятно, что они чуть по возрасту, но тот же Асдоев прям на пороге, можно сказать. Его не рассматривали. Валерий Григорьевич, после травмы Джеки в сборной осталось два номера в центральной защитника, Осипенко и Солдатенков. Будете ли наигрывать Баринова и Ледвинову в центре? Есть варианты с Ильяновым, есть варианты. С Ледвиновым, есть варианты с Барином. Вы разделяете, Валерий Григорьевич, разговор о том, что «Спартак» стал базовым клубом сборной? Учитывая, сколько футболистов «Спартака» сейчас состоят. В смысле разделяете? Согласны ли вы с тем, что «Спартак» базовый клуб сборной в данный момент? Пока да. Сегодня да, на следующий сбор нет. Просто стечение обстоятельств, да? В данный момент команда, идущая на втором месте, играющая, даже были игры, 11 русских футболистов. Команда, идущая на втором месте, откуда вызывать задачу? Нет, нет, простите. Чем сейчас Камьяченко был сильнее Писарского? Понятно, что вы объяснили, что взяли троих, но кажется, что три гола у Писарского, два у Камьяченко, один конец пенальцев. Что может быть сейчас, чем Камьяченко последнее, чем Камьяченко? Одного достаточно? Единоборство, ну, как вариант. Достаточно, да? Помимо голов или не голов, еще раз повторяю, статистика, чтобы Лев ни одного не заделал, да, Том? Обмениваемые защиты. Вот именно, но таково геновато, что судьи не засчитали, чистая гола. Тогда бы у него два было, тогда бы вопросов не было, да? Получается так. Хотя бы единоборство. Нет, сборная Зобнина, он как-то дает пояснение перед каждым выговором? Нет, перед каждым, нет, мы с ним договорились. Так, разговоры закончились, да, мы с ним тогда еще договорились, что пока такая ситуация. Нет такой необходимости, нужды, так сказать. Результат на результат. Решили дать ему паузу, он попросил. Ну, у вас не надо паузу, да? В связи с его здоровьем. Но человек проводится по хоккея 90 минут. Сереж, я проводил, брелся седать по 90 минут, в 35 лет, в 33 года, сказал, что я в сборную больше не могу ездить, потому что не надо восстанавливаться между играми, чтобы проводить. 33 до 100 миллиметров, если бы я. Ну, проблемы со здоровьем. Николаш, знаете, когда я говорю, я с чем-то должен говорить, лицетскую карту его смотрю. У него спросите. Ну, он не хотел про сборную говорить просто. Ну, а я здесь. Вы чувствуете, что в связи с результатами, которые были показаны в прошлогодних матчах с азиатскими командами вокруг сборной, копится негатив? Негатив копится всегда, когда не выигрываешь в играх, и сразу копится на этот неважный. Понимают люди, а не понимают, не важно. Но вы не чувствуете, что это достаточно опасный путь? Потому что вы любите мне объяснить, что строить сборную на будущее, которого может и не быть. И при этом команда не может обыграть сборную в Маджикистан. Что сборную в Саджикистан, наши баллисты обязаны обыгрывать в любую ситуацию. Так. И? И? Но не обыграли. Так бывает. Перед этим с большим трудом обыграли Киргизию и сыграли в Нечу с Узбекистаном. Если сейчас будет негативный результат с Ираном, пусть команда, которая уровня Чкарта мира, а потом будет Ирак, то критика будет очень жесткая. Ну, первый раз что? Ну, покритикует еще. Дальше что? Критикует всегда. Когда команда проигрывает, критикует себя. Мы не согласны с той философией, что сборная России при любых обстоятельствах должна показывать результат. Любая команда должна показывать результат. При любых обстоятельствах. Команды, которые выступают на сборах. И еще не обыграть несколько азиатских команд, то официальным матчем сборная будет готовить другое время. Ради бога, все правильно. Если примут такое решение, кто-то примет такое решение, ради бога, кто-то держится за это место. Вы разговаривали с господином Дюком по поводу перспектив наших в Азии? Нет. Разговоров не было? Нет. Вы в своем последнем интервью насчет приглашения сборной Армении сказали, что было бы некрасиво, если бы вы покинули сборную Ростов. Вы так критичны к себе или у вас к игрокам, которые сейчас переходят в другие команды, участвуют с Тинаир Тиквитян? Такое же отношение? То есть это некрасиво? Нет. Это решение каждого отдельного человека. Здесь осуждать никого нельзя. Или критиковать. Первый матч после Бана в России. Спорт вообще важный, как вы думаете? Ну, в целом, просто по этому матчу, что с Ираком сыграли в Питере, в России. Замечательно. Замечательно. Надеюсь, что после года отсутствия, так скажем, на внутренней арене сборная, во-первых, будет и поддержка, во-вторых, будет результат. Коллега, давайте несколько заключительных вопросов. Рафаэс дал мне пояснение, что через некоторое время после разрешения FIFA малополи и Каудини все-таки могут сыграть за сборную России, если они заходят. При решении, при согласовании, возможно, когда футболистам оформляли русский паспорт, запрашивали ваше умение? Нет. В будущем когда-нибудь этот футболистам могут вам пригодиться? Может, меня уже не будет. Только что Сав сказал, сейчас еще две игры проиграем, чтобы поменять время. Что за счет, об этом загадьте. Когда это будет? Через два года? Да. За два года может многое измениться. Даже за один день бывает многое измениться. Может быть так? Посмотрим. То есть у вас-то спрашивали, по-моему? Нет. Планируется ли от заявки до заявки? Я так понимаю, что не РФС этим занимался. Правильно тебе? Ну, я не уверен, кто подавал документы. Ну, вот я тоже. Я не уверен, что это РФС дело. Планируется ли от заявки до заявки, например, для того же мальча в Питере? Возможно. Посмотрим, что произойдет в Иране. Даже сегодня ночью. Дом Макарчу был и не стало. Например. Если можно, то последний самый большой. А в Тигран летит 25 человек, получается? 25, да. Борякович. Если ничего не случилось, все по дороге. В соцсети сборной попал ваш кусочек геолога с сопливым. Вы ему сказали, что все набираешь, чтобы больше бегать и пихаться. Можешь в коестный контекст. То есть он набирает мышечную массу и становится лучше. К сожалению, не мышечную массу. Не мышечную массу, к сожалению. Спасибо, ребята. Ну подумайте чуть-чуть, что можно еще набирать. Борякович, как вы на это реагируете? Как видите. Как вам вообще в роли человека-мема? Потому что я смотрю в соцсетях сборной, там с Барина, он минут 5-10, 8-го вот эта вот история. Ну и предыдущие там темы всякие. Как вы реагируете вообще? Как вы видели, как я с Барином реагировал на эту тему. Прекрасно. Так и реагирует. Спасибо большое. Улыбаюсь. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»